Этим эпизодом мы закрываем лекцию по истории Вестгодской Испании и, как я уже и говорил, в завершении лекции мы поговорим о проблеме образования и литературы в киролевстве Вестгодов. То же замечание, которое я делал уже по поводу истории церкви Вестгодской в прошлом эпизоде лекции, здесь мы говорим, конечно, о Толецком королевстве, о Турцком королевстве, у нас никаких данных про образований нет, ну и, собственно говоря, вряд ли там это было актуально. С одной стороны, нам приходится фиксировать фрагментарность источников, там у нас малые источники, по которым мы можем говорить об образовании в Вестгодском королевстве. То есть, извините, ни школьных журналов, ни университетских ведомостей, да? Я смеюсь, университетов в Вестгодском королевстве не было. Вот. Но никаких массовых источников и даже никаких внятных трактатов, подробно описывающих процесс обучения и планируемые результаты Вестгоды не оставили. Есть только достаточно фрагментарные, на самом деле, редкие источники, по которым можно все-таки делать некоторые выводы. Но прежде всего, вплоть до середины VII века можно утверждать, что сохранялись светские школы римского типа, то есть, обучение у грамматика, обучение чтению, письму, где обучались, то есть, миряне. Мирян было мало. Вот мы знаем, видите, про Комит Лаврентия, о котором мы знаем, что у него была своя библиотека, граф Булгар того же города, то есть, Комит Булгар, да? Король Сисибуд, известный, скорее всего, один из учеников, Сидор Сивильского, да? Ну, и нескольких других людей. Можно утверждать о том, что общий уровень грамотности по королевству, умение читать и писать, было широко распространено, люди во многом, во множестве целей были грамотны. Здесь есть косвенное, зато очень интересное, чьевое доказательство, один из образцов которого перед вами на слайде, это так называемая писаррас. Писаррас – это сланцевые таблички, ну, таблички-черепки, куски сланца, да, использовавшиеся для письма. Ну, вот в частности, вот здесь на фотографии вы видите такую писарру, на которой записана последовательность цифр. Такая школьная табличка, скорее всего. Вот, вот писарры – это, пожалуй, что один из самых массовых источников по истории Вестгутского, по истории образования в Вестгутском королевстве VI-VII веков. На писаррах сохранились, немножко отсылая к лекции про разговоров о праве, на писаррах сохранились, в частности, и вестгутские формулы, о которых мы с вами говорили, да, то есть это такой широко распространенный материал для письма. Параллельно со светскими школами существуют и церковные школы, которые можно отследить еще с середины VI века, то есть до III Талецкого собора. Из известных школ что видно, что мы знаем? Ну, Сивильская школа, разумеется. Сивильская школа, которую создали Леандров и Сидор Сивильский, это два брата, вот где учился Браулион, будущий епископ Сарагосы и, предполагаемый, автор первой книги «Либер юдицорум», первая из XII, да, Браулион Сарагосский, любимый ученик Сидора Сивильского, оставивший прекрасную переписку с учителем, написавший комментарий на сентенции, то есть он много чего тоже сделал. Комментарий на морали, извините, комментарий на морали Григория Великого оговорился. Вот, там же учился будущий король Сиси Бут, почему, собственно, считается, что он ученик Сидора и ряд других людей. Помимо этого, знаем про епископскую школу в Поленсии, где учился епископ Фруктуоз Браккарский и ряд монастырских школ, важнейшая для Толедского литературного центра и для Толеда как центра образования школы при монастыре Агали, где учились, вы видите, как минимум два будущих митрополита Толеда, Евгений Первый и Юлиан Толецкий. Юлиан Толецкий, тот, который был в заговоре против короля Вамбы, мы о нем говорили. Плюс ряд других школ, они перечислены на слайде, я их могу уже не зачитывать. Обучение, само все, что мы о нем знаем, оно структурировалось на две ступени. Первое – это обучение просто грамоте, чтению письма и каллиграфии. Это вот как раз то, для чего использовались писары. Ну, типа той, что вот была на первом своей деле, типа тех, которые вот сейчас перед вами. А вторая ступень, она отличалась от первой прежде всего тем, что там учили, там продолжали учить грамматики. Да, надо понимать, что мы не говорим там про университетское образование или про аристотелевский лиликей. Нет, конечно. Но там обучение грамматики сочеталось с начитыванием классических текстов. Существовал какой-то такой, знаете, пул текстов, который должен был знать образованный Вестгут, будь он Меремин или Клирик. Ну, пул, который будет перечислен ниже, он на самом деле довольно велик и понятно, что не все обязательно знали, не все выучившиеся знали все эти тексты, но можно было говорить о знании значительной доли этих текстов. Да, и еще одна перечень, которая будет приведена дальше, она, взумеется, косвенный. Он составлен по данным грамматики Юлиана Толецкого. Вот. И так он включал в себя ряд античных поэтов, прежде всего, Катула, Вергилия, Горация. Катула, Вергилия, Горация. И в меньшей степени, но тоже Овидия. Остальные по обрывочному принципу. Из прозаиков, разумеется, Цицерон, не весть, что делающий в разделе поэтов на слайде, да? Цицерон, ну, очень ограничен, но очень немного из него было известно. Ворон фрагментами, Тетливий фрагментами, Помпей Троуг фрагментами, и Мафр серый гонорат. Этот почти полностью, это позднеантичный комментатор Энеада, Энеиды Веркильевской, разумеется. Вот поскольку Энеида была довольно широко известна, то комментарии серые гонораты тоже были довольно популярны. Из христианских поэтов Церей Сидулей, Абзони Пруденции, да, вот они перед вами, и христианские прозаики, это Иеронимов Густина Сидор-Севицкий. Если говорить о круге, ну, можно сказать, более широком круге чтения, да, который читали уже совсем не все, а те, кто, как бы сказать, специализировался, наверное, по той или иной карьерной траектории, хотя это, конечно, очень своеобразный анахронизм в данном случае, но тем не менее, да, для богословов, это помимо священного писания, это основные монашеские уставы, и тексты Августина Кассиадора, и обязательно Григорий Великий, конечно, один из очень популярных авторов на полуострове, это Григорий Первый Великий. Вот. Соответственно, для тех, кто учился праву, наиболее возможным учебником был, конечно, бригария Лариха, такой магистреум витте, ну, плюс литургические книги, плюс сочинение Сидора Сивильского, это то, что читали более-менее все. Вот. Что, какие плоды образования в Вестгутском королевстве можно отметить? Ну, во-первых, чрезвычайно развитое литературное творчество. Я отсылаю вас к той литературе, которая приведена в списке на следующих двух слайдах, и, собственно, которую я отчасти упоминал в самом начале лекции, ну, чтобы не пересказывать, здесь последовать, потому что иначе дальше надо было бы говорить, да, просто литература, везглотская литература на западе королевства, на востоке королевства, в Севилье, в Толедо, и это был бы отдельный разговор в каждом конкретном случае с, там, пятью, семью, десятью именами и разными названиями произведений. То есть литературное творчество в Вестгутском королевстве развито очень сильно. При этом мирян, мы говорили, очень мало, да, практически все, кто пишут это клирики. Античная традиция используется, но используется прежде всего для осмысления христианских образов, что, в общем, определяет круг античных авторов. То есть тот же Цицерон, например, используется минимально. Да, Мавр, серый гонорад, используется он сам около христианин, да, и его комментарий очень хорошо ложится на христианскую символику. С другой стороны, наличие вот этого школьного пула античных авторов помогает сохранить и развить нормы античной риторики. Впрочем, здесь тоже не все гладко. Скажем, Исидор пишет почти совершенной латынью, простая, прозрачная, с грамматической точки зрения, латынь, которая обманчиво легко, обманчиво легко переводить, да, обманчиво, потому что за каждым словом стоит бездна смыслов. Исидор Великолепто владел языком. Просто он умел писать очень легко, очень красиво. Его ученик, Бролеон Сарагосский, почти полная противоположность учителю. Языком владеет тоже, как Бог, но там, где Исидор ограничивается короткими, внятными, относительно ясными конструкциями, Бролеон пишет сложнейшие, многослойные периоды, как будто ставит целью показать все грамматические обороты и конструкции, которыми он владеет. То есть, читать очень сложно. Соответственно, малая доля мирян определяет, как вы видите, и основную жанровую структуру вестготской литературы, это прежде всего литургические богослужебные тексты, это исторические сочинения типа хроник, политические трактаты редко и мало, прежде всего, это история Короля Бамбы, такой историко-политический трактат и рассказ его восстания Дукса Павла. Энсклопедическая литература представлена Исидором, конечно, его этимологии, письма, переписка Сесибута Исидора, Барулеона Исидора, прежде всего, ну и сочинения о сиятельных мужах, такой классический, как сказать, жанр позднеантичного и ранее средневекового текста. Давайте мы на этом остановим разговор о культуре Вестгутского королевства, о ней можно говорить или очень долго, или просто отослать вас к самостоятельному чтению, что я, собственно, и сделаю. Значит, обратите, пожалуйста, внимание, вот сейчас на слайд. Вестгутскую правду, да, это издание, я горячо рекомендую всем, не обязательно читать саму книгу приговоров, это как раз по желанию. Вступительное исследование, посмотрите, там собраны статьи и по общественно-политической истории, и по экономической истории, и по правовой, и по культурной истории Вестгутов. Книгу Олега Валентиновича Аурова «Испания в эпоху Вестгутов». Если вас интересуют Вестгуты вообще, я очень рекомендую, это, пожалуй, что самая короткая, самая внятная на русском языке история Вестгутской Испании. Корсунский и Клауды это еще варианты общих историй, а вот книги Михаила Юрьевича Биркина, Елены Сергеевны Морей и вот этот вот коллективный текст «Теология и политика» очень рекомендую тем, кто заинтересовался историей Вестгутской церкви, образованности, литературы в Вестгутском королевстве, вот это для вас. Соответственно, англо- и испаноязычная литература сейчас перед вами, это неисчерпывающая отнюдь перечень, справочное издание «Медиевы Либерия», классическая, но не ставшая от этого менее актуальная книга Джозефа Келлахана «История Средневековой Испании», и специально по Вестгутам книга Роджера Коллинса, одного из виднейших специалистов в ранней средневековой Испании. На этом мы заканчиваем третью лекцию. Следующая большая лекция будет посвящена истории мусульманской Испании. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова